Итак, добрый день. В прошлом видео я уже рассказывал о создании логики программы, о знакомстве с интерфейсом Revit. Сегодня мы с вами начнем с базовым элементом моделирования. Научимся создавать оси, например, архитектурного строительства, либо строительства каких-либо каркасных элементов, элементов каркасных зданий. Также мы сегодня с вами поговорим о свойствах, о материалах, где что располагается и, соответственно, поговорим о масштабах нашего отображения, об уровнях детализации, визуальных стилей и так далее. Предположим, в прошлом видео я уже рассказал о том, что я работаю в архитектурном шаблоне. Предположим, я хочу запроектировать принципиальную модельку, обычную, дома, либо любого другого конструктивного элемента, коробочку, грубо говоря, пока еще без крыши. Мы только начинаем. В первую очередь, мне необходимо к чему-то их привязывать. Да, я могу построить на глаз, на самом деле, просто взять стенку любую и сделать из нее коробку и разобраться уже в дальнейшем, что это из себя представляет, перейдя в трехмерный вид, посмотрев на нее, порадовавшись. Но давайте будем учиться все делать как нужно, как правильно. В первую очередь, чтобы мне к чему-то привязывать мои габариты стен, мне необходимо создать оси. Оси создаются принципиально просто. Я располагаюсь в вкладке архитектура, панель основа, у нас есть функция задания осей. Мне нужно настроить сначала, грубо говоря, подложку, на чем я буду проектировать. Высоту я сейчас буду еще разбираться, мы с вами с этим еще поработаем. Оси. После того, как вы нажали на функцию создания осей в пространстве модели, вот она бесконечная, то, что я уже говорил ранее. Ставлю, нажимаю один раз левой клавишей мыши базовую точку привязки и тяну либо вертикально вниз, либо горизонтально, точнее, да, вертикально вниз, либо горизонтально, слева направо. В зависимости от того, где вы поставили первую базовую точку привязки. Я вижу то, что у меня образовалась ось. У меня здесь уже была создана первая ось, поэтому у меня ось идет по цифре 2. Мы с вами еще сегодня поговорим о том, что как у нас производится нумерация наших осей. Это наша первая ось. Всегда, когда вы начинаете моделировать, в зависимости от типа ваших чертежей, удостоверитесь, правильно ли выбрали вы масштаб. Масштаб у нас отображения отображается в левом нижнем углу экрана. У меня сейчас он один к стам. Дальше что? Поставили ось. Замечательно. Как построить следующую ось? Заодно познакомимся с набором новых функций, новых команд. В первую очередь, в Revit есть возможность выполнения предыдущего действия, которое ранее было задействовано. В данном случае создание осей. Клавиша Enter помогает нам выполнить последнее выполненное действие, то есть повторение его. Как мы еще можем создать ось? Снова перейти во вкладку архитектура, основа, ось. И запроектировать снова еще одну ось. Я пока еще не привязывался ни к каким размерам. Я просто расставляю и учу вас это делать. Дальше. Как я еще могу создать ось? Ctrl-C, Ctrl-V. Просто скопирую в предыдущую. Никто этого не отменял. Как я еще могу создать ось? Подсветив предыдущую, при помощи функции копирования, я могу скопировать на необходимые мне расстояния. Дальше что мы с вами делаем? После создания вертикальных осей, нам нужно создать горизонтальную. После того, как мы все создадим, удалим ненужные, и заново будем проектировать уже с нормальными привязками. Так, как они нужны. Дальше что я делаю? Вкладка архитектуры, панель основа, ось. Я буду создавать горизонтальную сетку оси. Раз ось, два ось. Обратите внимание, что у них у всех нумерация продолжается от последней выполненной оси. В кэше программы сохраняется последняя выполненная ось. То есть, предположим, если я удалю восьмую, буду строить последующую ось. Я вроде бы восьмую удалил, а у меня все равно нумерация продолжает с девятой оси. Не забывайте о том, что в кэше программы остается. Вы скажете, а как к этому вернуться? На самом деле, если ось удалена, то я могу ей, два раза нажав левой клавишей мыши по необходимой оси в кружочке, поставить необходимое обозначение, которое было удалено. В данном случае восьмая. Итак, давайте сделаем нормальную сетку осей. Выделение элементов производится с зажатой левой клавишей мыши. Мы просто выделяем и удаляем то, что нам не нужно. Удаляю то, что не нужно. Во вкладке архитектура снова строю ось. Вы скажете, что вот это за кружочки? На самом деле, кружочки это обозначение наших фасадов. Пока они нам с вами не нужны, мы о них с вами будем говорить немного позднее. Итак, в вкладке архитектуры панель основа ось. Устрою первую ось. Без разницы, с какой стороны вы ведете справа налево, либо слева направо, либо снизу вверх, либо сверху вниз. Я научу делать кружочки со всех сторон осей. Потом вы уже сами для себя определитесь, с какой стороны вам они нужны. Для разных типов чертежей это разные настройки. Итак, мне необходимо, чтобы ось стала первой. Я либо два раза нажимаю левые клавиши мыши в обозначении с кружочком, либо после того, как ось уже подсвечена, один раз нажимаю левые клавиши мыши. Здесь ставлю цифру, которая мне нужна. Таким образом. Самое простое проецирование и самое простое построение в Revit это при помощи функции копирования вот созданной уже оси. я могу нормально откладывать необходимое мне расстояние. Копировать. Выбираю элемент, нажимаю левые клавиши мыши. И здесь вбиваю расстояние. Не забываем о том, что в строительных чертежах расстояние между осями кратное 100. Есть, да, отступы по всему этому. Никто не спорит. Но это уже нормируется в отдельных нормативных документах. Обычно делается кратное 100. Итак, я откладываю расстояние. Предположим, 1000. Откладываю каким образом? Я просто на цифровой клавиатуре выбиваю цифру 1000. Построю вторую ось. Копировать. Хочу построить третью ось. Откладываю, пускай уже будет 5000. Итак, до того промежутка, который вам необходим. Буквенные оси. Снова вкладка архитектура, панель основа, оси. Первую ось горизонтальную ставлю. Да, по российским ГОСТам обозначение у нас начинается в случае вертикальных осей. Это слева направо. В случае горизонтальных осей снизу вверх. Я начинаю с первой оси. Эта осень будет иметь букву А. Да, и для проецирования на территории России вы используете обозначение буквы. Буквенная нумерация наших осей должна соответствовать буквам русского алфавита. А после того, как вы поставили на обычной клавиатуре просто букву А русскую, дальнейшее уже копирование осей, программа будет делать автоматически их обозначение. Б, В и так далее. Так мы расставляем с вами пускай. Я их потом могу подрезать, чтобы они у меня так далеко не выступали. Но это в том случае, когда они взаимосвязаны между собой. В каком случае это бывает? Давайте я поставлю еще одну ось и покажу на примере. Я ее ставил собственноручно. Вот она. И сколько бы я ее не перемещал, она перемещается только одна. Чтобы этого избежать, привяжите все между собой. Зажат левой клавишей мыши по вот этому кружочку. Он располагается с двух сторон. Я довожу до мнимой линии привязки с остальными осями. После того, как я их уже привязал, отпускаю левую клавишу мыши. И теперь я могу двигать все оси единовременно. Как добавляются кружочки со всех сторон наших осей? Чтобы их добавить, я подсвечиваю ось. Да, есть простой примитивный метод. Кто логически додумается, тот молодец. У нас под кружочком есть галочка. Здесь сверху нет кружочка и есть квадратик, в котором в принципе должна быть галочка. Если я ее поставлю, то у меня появляется кружочек с обозначением, таким же самым, как и в противоположной стороне. Как это сделать автоматически для всех арибутов? Подсветив ось, нажмем изменение типа оси. Изменение типа панели свойств. Как она активируется в прошлом видео, я это говорил. Но мало ли, для тех, кто не знает, вкладка вид, интерфейс пользователя, панель свойств. Изменить тип. Я пока не редактирую семейство, я только задам ему конец первой, либо конец второй, зависит от того, откуда вы начинали. Поставим галочку и согласимся. У нас со всех сторон наших осей появились кружочки. Я еще не разбирался со свойствами материала, об этом мы еще с вами будем говорить. Сразу же, на всех чертежах двухмерного вида, для информативности, так сказать, данных, которые там будут располагаться, в том числе и штриховок, потому что они в зависимости от типа проекции отображаются по-разному. Ставьте высокий уровень детализации. Мы с вами, когда поставим стенку, посмотрим, в чем разница между высоким, средним и низким уровнем детализации. На самом деле, на низком детализации ничего не отображается. Теперь построим первый наш элемент, с которым в дальнейшем будем работать. Сегодня мы с вами знакомимся с базовым моделированием. Мы только отстроим. Начинаем с осей. Дальше уже я возьму на примере, я его представлю. Буду выполнять вместе с вами пошаговое моделирование, либо домика, либо какого-либо конструктивного элемента. Потому что, вероятно, можно делать не только дома, на самом деле. А потом еще познакомимся с формообразующими элементами, может быть интересно. Во вкладке архитектура у нас есть возможность создания стены. Все элементы у нас будут, внешние элементы, окна, двери, остекление будут цепляться на стены. Поэтому нам надо научиться создавать самые базовые стены. У нас есть возможность создания архитектурной стены, несущей и стены по грани. В случае стены по грани, наведу туда курсор, у меня появляется вспомогательная картинка о том, что я задаю для грани формообразующего элемента. Когда у вас уже есть форма, вместо грани формы становится стена. Об этом еще будем говорить. Стена несущая. Стена несущая нам нужна для создания определенных алгоритмов жесткости, чтобы в дальнейшем при заданных параметрах можно было этот элемент рассчитать. Мы расчетом с вами пока еще не занимаемся, мы только учимся моделировать. Архитектурная стена поддерживает и часть настроек несущей, я могу ее задать несущей, и часть архитектурных элементов, то есть я могу задать ей фактуру, материал нормальный, чтобы он отображался красиво. Все это могу задать прочим. Я буду делать архитектурную стену. Стена архитектурная. После того, как я нажал создание архитектурной стены, у меня сразу же появляется базовая типовая стенка. Типовая стена нас с вами на самом деле не интересует, в дальнейшем не будет интересовать. Я пока буду, конечно, ее покажу, а потом зайду в панель свойств и покажу то, что там нужно нам изменять материалы, в зависимости от того, из чего вы будете делать свои стены, либо какие стены заказывать будете у заказчика. Но прежде чем мы с вами начнем моделирование, мы с вами настроим. Я нажимаю Escape. Вы должны запомнить, при моделировании в Gravity, в любой непонятной ситуации, в 90% случаев двойное нажатие на Escape вас спасет. Первое нажатие на Escape это отмена выполнения действия, которые вы делали. То есть, например, привязали вот сейчас на примере стены, и потом буду еще раз показывать. Вот, а я неправильно привязал. Я нажимаю Escape, я могу снова ее строить один раз. Двойное нажатие на Escape отменяет полностью действие. Вы снова возвращаетесь в укладку архитектуры. Итак, прежде чем я буду проектировать стенки, я хочу распределить высоту моего этажа. Чтобы его определить, мне нужно зайти на фасады. В диспетчере проектов, которые активируются точно так же, вкладка вид, интерфейс пользователя, как и панель свойств. Есть функция диспетчера проектов. Активируем его. Это древо, благодаря которому мы с вами будем проходить через проекции различные, на трехмерные виды, с двухмерными работать. И все это будем с нами смотреть. Здесь нас интересует перейти на любой из фасадов, потому что мы должны отрегулировать так называемые уровни. В дальнейшем мы их перезарвем в этажи. Но сейчас мы интересует уровень. Расстояние между уровнями, это и есть наша высота этажа. Расстояние от пола до пола. По сути, это будет пол первого этажа, это будет пол второго этажа. Я сейчас буду заниматься базовым. Я хочу посмотреть стенки, просто сделать коробку в один этаж. Поэтому меня интересует расстояние. 4 метра, но пускай оно станет таким, какое оно будет. Дальше уже будем, в зависимости от технического задания, задавать необходимое нам расстояние. Чтобы вернуться на план этажа, мне нужно в диспетчере проектов нажать на необходимый уровень два раза левой клавиши мыши. Что я делаю здесь? Во вкладке архитектура, стена. Как я уже говорил, я не буду сейчас базироваться, какая стенка у нас с вами по материалу. Я буду делать базовую, чтобы просто мы с вами сделали коробочку, посмотрели на нее и познакомились с базой моделирования. Итак, что нам необходимо с вами настроить? Координаты привязки нашей стены. У нас под лентой появилась новая еще дополнительная функция настроек нашей привязки. По высоте мне необходимо настроить, чтобы мне стенки привязывались. Я располагаюсь на плане первого этажа, чтобы они привязывались у меня сразу по плану второго этажа автоматически. Вы можете настроить до любого другого уровня. Может у вас все типовые этажи по проекту, и вы можете взять от одного до последнего уровня. Все зависит от конструктивной схемы вашего здания. Я буду выбирать до плана второго этажа автоматически. То, что касается привязок. Привязок в Revit очень много. Это осева линия стены, осева линия сердцевины. То есть ось привязываться к стенке к оси будет через основной несущий наследствующий элемент. Ровно по центру уровня. Чистовая поверхность дружни, внутренняя. Я вынесу картинку вспомогательную, по которой вы уже определитесь. В зависимости от требований заказчика и в зависимости от конструктивного назначения здания, привязок по нормативам много. Если я сейчас буду говорить по каждому, то на самом деле времени у нас с вами много это займет. Я буду делать самую стандартную для малоэтажного жилого строительства. Я буду базироваться от малоэтажного жилого строительства. И в большинстве своем применяемая самая привязка это осевая линия сердцевины. То есть ось у нас будет проходить посередине основного несущего нашего элемента. Не посередине стены. То есть предположим она может быть многослойной. Облицовочный кирпич, утеплитель, изоляция и только потом основной несущий слой. Так вот ось будет привязываться только по основному несущему слойу. Дальше. Я сейчас буду выполнять базовое моделирование. Как выполняется построение нашей стены? На пересечении между осей наших я буду с вами строить нашу стенку. Нажимая один раз левую клавишу мыши. Я буду стараться придерживаться просто контура, оси, которые я создал. Поэтому я буду базироваться за них. Итак, посмотрим. У нас с вами создался какой-то контур по тем осям, которые мы с вами задали. Как я могу на него рассмотреть? На плане второго этажа, на самом деле я увижу только серый его контур. Это он будет прорисовываться, но он еще не проходит по плоскости сечения плана нашего этажа. Как она настраивается я еще покажу в следующих видео. На фасадах я увижу эту стенку, которая у меня идет ровно от уровня до уровня. А вдруг я хочу посмотреть сразу же на свой объект, красочный. Я могу перейти во вкладку вид. И у нас есть маленький домик. 3D вид по умолчанию. Задержа курсор, вы уже сразу же поймете, что я могу посмотреть на свой домик в трехмерном виде. Либо в панели быстрых команд, которая располагается сверху, у нас есть также трехмерный вид по умолчанию. Создаю трехмерный вид. Вот он мой контур. Контур моего здания. Теперь я вижу то, что я в трехмерный вид могу еще переходить через древо проектов. Он у нас подсветился. Вы скажете, а чего-то некрасиво. Как я посмотрю на свой проект красиво? А давайте включим внизу, в левом нижнем углу экрана, уровень детализации. Поставим, во-первых, высокий уровень детализации, а во-вторых, поигуляем. Что у нас здесь есть при визуальном стиле? Я могу построить каркас. То есть у меня будут просвечиваться все конструктивные элементы. Я могу сделать скрытые линии. То есть это будет просто контуры показываться наших элементов. Могу сделать тонированный режим. И он у меня будет закрашиваться в зависимости от цвета выбранного материала. Он у меня... Дальше заливка тоже. На самом деле тонированный заливка используют для того, чтобы не нагружать чертеж, когда он в работе. Потому что тот же самый реалистичный вид на этой стенке плохо видно. Давайте я ее заменю другую-мой другую. При выборе стен здесь большое количество различных стен. Вот тоже самое кирпичные. И я могу видеть каждый кирпичик в отдельности. Таким образом у нас с вами можно создать коробочку, как вы видите, дома. Могу также включить еще и трассировку лучей. Но на самом деле это будет очень сильно погружать компьютер. Особенно при условии того, что я буду сейчас попутно записывать в видеоурок. При трассировке лучей и настройке солнца я могу задать, где у меня будет солнце, в какой временной промежуток, в каком регионе строительства. И уже это будет максимально реалистичное изображение. Сейчас я его выключу, иначе он будет подвисать. В дальнейшем мы с вами постепенно будем выполнять моделирование всех этих элементов. И будем базово изучать также все настройки редактирования, которые здесь располагаются, во вкладке «Изменить». И постепенно будем учиться работать в программном комплексе. Ждите новых видео. Всем спасибо.